Семейство беличьи на самом деле не только белки, довольно оно разнообразное, суслики там и все такое. Ну, крупные размеры для грузуна или средние, короче, до 70 сантиметров они могут быть. Там грузуны-то по большей части крысы всякие, поэтому белка крупная считается. Довольно давно они существуют, солигоцена, и в северном полушарии они сразу были и в Америке, и в Евразии. Распространены сейчас на всех континентах, кроме арктических всяких островов. И на Мадагаскаре нету белок, там лемуры вместо белок. Ну, белки-вредители, потом промысловые всякие белки и так далее, то есть довольно сложные, там переносят заболевания, особенно вот сурки. Значит, сурки это беличьи, мормота по латыни, она довольно обособленная группа других беличьих. Крупные размеры, сурок от 40 до 70 сантиметров, масса до 9 килограмм, половина длины тела хвост, покрытые длинными грубыми волосами, уплощенная голова, шея короткая, глаза крупные, пышный волосяной покров. Окраска обычно однотонная, у некоторых горных видов она яркая, без полос, без пятен. Ну, хорошо изученные они у нас в том числе. В Казахстане очень много сурков, поэтому в СССР очень много по суркам. То есть писали там, кроме того, они там чумуш переносят, поэтому их исследовали. Ну, сурок почти всю жизнь в норе сидит, вообще говоря, 90% жизни. И норы довольно сложные у них. Там бывают защитные, допустим, норы, без гнездовой камеры, без гнезда. Летние норы выводковые, которые представлены сложной системой ходов с гнездовой камерой. Зимние норы довольно несложные по строению. Гнездовые камеры обычно в непромезающих горизонтах грунта располагаются на глубине 5-7 метров от поверхности. Летние зимние норы сложно устроенные. В норе у него уборные отдельно. Как бы он такое делает дырочку от норков, которую какает, а там, где он спит, он там не какает, допустим. И вот поэтому так у него сложно устроено, к тому же. Ну, кладовые там у него, естественно, есть. Холм из земли, которую сурок выбрасывает, сурчина называется. Высота до метра может быть, потому что большая нора, поэтому большие сурчины. И в некоторых местах они в степи довольно густо заселяют сурки. И там, наверное, процентов 10 местности этими сурчинами покрыто. Питаются травянистыми растениями, соответственно, в степи-то они могут там травы много. Вот эту траву он и ест. Ранней весной предпочитает он луковицы, корневища, где вот растение запасало-то на зиму. Потом молодые ростки ест активно, цветы, кстати, ест сурок. И, как правило, он, кстати, семена-то он не ест. То есть, семена у него не перевариваются, и наоборот, сурок их сеет. То есть, вот он сожрал, допустим, траву, а семена у него не переварились, сурок там пошёл куда-нибудь в нору или там ещё куда-нибудь. Вот как раз покакал и таким образом посеял семечко. Так что в какой-то степени они их распространяют, семена. Вот к тому же само по себе говно у сурка это удобрение, ж навоз, да, и поэтому семя хорошо восходит. Ну, где-то за день по килограмму растений сурок съедает. Не пьёт воду, потому что достаточно жидкости в растениях. Также может есть мелких животных, саранчу, моллюсков, гусениц, муравьиных куколок. Но часто он просто их вместе с травой ест, допустим, на траве гусеница, и сурок сожрал гусеницу вместе с травой. Иногда довольно много у него попадается. В принципе, в неволе он ест мясо. Но так он не хищный, и он обычно их поедает случайно, честно говоря, этих всех насекомых. Довольно жирный он, и жир у него к концу лета где-то 20% массы составляет сурка. Где-то в конце августа, в сентябре они семьями живут в норах. У них группы от 2 до 24 особей в одной норе. То есть у них как бы может быть семья в одной норе жить, а может такая коммуна сурков. Ну вот, короче, где-то они окончательно к сентябрю собираются в этих норах, уже такие жирные, за лето отъевшихся, и заваливаются спать, короче. Спячка 6-8 месяцев, и в это время они не едят. Энергетические расходы у них снижаются во много раз. Весной просыпаются неплохо упитанными, с запасом 200 грамм жира. И просыпаются они еще, когда снег лежит в степи, где-то в феврале сурки просыпаются. Если степи Казахстана засушливые, практически когда просыпаются, они к сексу приступают. Если степи довольно влажные такие, то может где-то у них апрель-май половой период. Но у некоторых даже они в норе уже трахаться начинают, уже когда выходят на поверхность, с них рождаются. Период беременности где-то 30 суток, от 1 до 10 детенышей. Голые, слепые, рождаются 9-11 сантиметров, очень маленькие. Долго молоком питаются, 50 дней у них молочное кормление у сурка. Глаза открывают на 23 день. Но они могут уйти из своей семьи, допустим, подростки, маленькие сурки, и поселиться в другой семье. У них это не сильно, короче. То есть, у них обычно в норе живут взрослые и какие-то молодые, да, и маленькие. Так вот, проверил ли, оказывается, вот эти молодые могут быть из другой семьи. То есть, они как бы кочуют, могут в другую нору перейти, где тоже какие-то взрослые есть. Ну, может быть, они плохо запоминают своих детей, черт их знает. Ну, сурки довольно мирные, они тоже любят играть, как многие млекопитающие. Все время, маленькие все время играют друг с другом и с мамой, и со своей. Вот. Как правило, редко они дерутся между соседями. У них могут быть большие колонии, также, коммунистического типа. То есть, они совместно используют участок и какой-то собственности, несмотря на наличие семей, у них нет у сурков. Ну, известен крик сурков, такой зычный, хрипловатый, там, слух у сурка развит слабее, чем зрение. Вот, главные сигналы воспринимает он зрительно. То есть, слышит на самом деле плохо, в основном видит. В частности, человека он за 400 метров видит, а сам-то сурок маленький, то есть, это достаточно далеко он видит. Ну, все знают, что когда они смотрят, они встают на задние лапаны. И когда он бежит, допустим, к норе и махает хвостом, то даже если он не кричит, соседи все его видят, все сурки немедленно, короче, все боятся. То есть, он хвостом тоже показывает, то есть, в основном у них восприятие зрительное, а не слуховая сурка. Ну, в основном собаки его едят и волки, хищные звери и птицы могут на маленьких сурчат напасть. И тоже покрыт паразитами, практически все млекопитающие, раз повторяю, особенно дикие, покрыты всевозможными блохами и так далее. У сурков много блох. Вот в результате они, в частности, чуму переносят. Ну, человек охотится на сурков, он жирный, сурок жирное мясо, 2-3 килограмма, короче, жирного мяса у сурка. Жир используется в технике, в народной медицине, мех пользуется спросом на мировом рынке. Ну, из модификации черно-шапочный сурок, известен он, кстати, якутский. Одна зимовочная нора, где-то 4-5 летних нор, всякие 10 временных нор. Поселения сурка располагаются на малоснежных, сухих, южных, юго-западных склонах гор. Ходы и камеры у норы прокладываются на небольшой глубине в промерзающем слое грунта. Большая протяженность ходов, большое число выходов из норы способствуют проникновению тепла в нору летом и ускаривают оттаивание просыхания грунта. Ну, в спячку они залегают, вот эти самые якутские сурки, которые черно-шапочные, залегают в спячку со второй половины сентября, начала октября. Когда там снег уже в Якутии установился, они сразу спать. Ну, и где-то у них 30 тоже человек, 30 сурков в смысле коммуна, и обычно они все 30 спят в одной там камере в норе. Дырками затыкают, землей, травой затыкают, чтобы холодно не было. Прижимаются друг к другу, иногда даже в два яруса, то есть еще поверх, короче, внизу прижались друг к другу, поверх них еще сурки. Ну, и все, и спят до мая. То есть в Якутии они практически только летом, короче, живые, практически весь год они спят. Только с мая по сентябрь они в Якутии там бегают и добывают еду. И то, короче, в Якутии снег тает в июне, то есть они еще какое-то время по снегу там бегают. Там же в норах они трахаются еще до выхода на поверхность, и там же они рождают этих своих детей. Еще есть разновидности такие уже специфические. Седой сурок это Аляска, как бы полярный, потом альпийский сурок это Альпы, сурок Минзибира, Тяньшань, там вообще, то есть горные такие. Ну, это все-таки краснокнижные. Ну, можно еще отметить длина хвостового сурка, длина тела 57 сантиметров, длина хвоста примерно половина длины тела, то есть достаточно длинный хвост у него для сурка. Хребты западного и центрального Тяньшани, Киргизия, вот там Памир, Алтай, как раз вот сейчас у меня по Средней Азии идут обзоры этих государств, как раз там всяких. Таджикистан, вот там, Казахстан тоже живет, так и длина хвоста сурок. Может там разных, там разные вообще-то места есть, вот на Тяньшане есть леса, и там вот этот сурок есть, потом на Памире есть высокогорные пустыни, вот там тоже этот сурок может быть. На зеленых там лушайках, в окружении голых скал и все такое. Ну, все переносят они чуму, и в том числе длина хвост и сурок, и у них эпидемия чумы может быть. Гималайский сурок, также можно лесного сурка отметить. Лесной сурок, он вообще американский. Питается в лесах люцерной, клевером, всякими зерновыми культурами. Часто тоже столбиком он стоит, этот лесной сурок. Издает свист, лай, виск и так далее. Тоже очень жиреет он к осени и засыпает. Ну, спячка у него, говорят, неглубокая, примерно 5 месяцев у американского лесного сурка. В марте и в апреле просыпаются, самцы бродят в поисках самок и, возможно, трахают несколько самок. Скорее всего, полигамия. Ну, при том, что сурки обычно коммунисты, и у них там вообще не разберешь, кто отец стал. Детеныши голые и слепые. Глаза у них открываются на 26-28 день. Ну, мать сначала, значит, их кормит молоком, потом она таскает им пищу в нору, и под ее наблюдением детеныши начинают пищу есть. Ну, вот когда у них глаза открылись, она их начинает уже твердой едой кормить, и через 2-3 недели она их выгоняет вообще. Типа, сами кормитесь. Ну, до 5 лет живут лесные сурки, известный, в принципе, вредитель в Америке. Ну, и вот как раз про него, видимо, день сурка, потому что американский сурок – это вот этот. Нашего они там не знают. Ну, можно отметить также желтобрюхового сурка. Вот, луговые собачки – это отдельный род, циномис, похожий на желтых сусликов. Тело массивное, хвост где-то 1,4 длины тела. Ну, такая наиболее известная чернохвостая луговая собачка, тоже американская, это центр, либо юго-запад США. Чернохвостая луговая собачка окраской волос на хвосте отличается. Распространена от штатов Монтана и Дакота до Аризоны и Техаса. Поселяется в прериях. Устье входа в нору у нее шириной 15-20 см. Где-то на глубине у нее камера, называемая слуховой или сторожевой. Ну, и также в горизонтальной части ходов, в боковом от норки, у нее есть гнездовая камера. И отдельно у нее от норок, как уборно идет, у луговой собачки. Ну, вылазят они, когда есть. Они издают резкие звуки, напоминающие лай, поэтому их прозвали собачками. Но это не собачка, это, в принципе, белка. Суслик это. Ну, вот, значит, лающий суслик американский. При этом он бьет хвостом по земле. Питаются они травянистыми растениями или кустарниками в прериях. Поедают немножко насекомых. Растения высотой более 15 см. Вокруг норы они практически полностью их съедают. Либо они их просто откусывают, чтобы было лучше видно. То есть, вокруг норы этой луговой собачки. Либо оно съедено, либо оно откусано. Потому что не видно из-за них. Поэтому, если они размножаются и густо поселяются, они могут большой командой поселиться. Они вообще уничтожают там вокруг все, короче, что торчит. Практически обнажают земную поверхность. Или съели, или, короче, отрезали все. Ну, 256 луговых собачек примерно едят, как одна корова за день. К осени они сильно жиреют, но непонятно, спят они зимой или нет. Вообще-то суслики спят. Спаривание у них в феврале и в апреле. Беременность порядка месяца. Рождают от 2 до 10 детёнышей. С маленькой массой. К 26 дню кожу мехом покрыта. В возрасте 6 недель переходит на зелёную пищу. Ну, потом мать роет новую нору. Некоторые самки уже с года, в годовом возрасте могут спариваться. Живут где-то 10 лет они, луговые собачки. Ну, вот помимо чернохвостой, которая, так сказать, по умолчанию, да, есть белохвостая луговая собачка, ютасская луговая собачка. Короче, есть их разновидности. Суслики. Цитэлоз. Средних размеров грызун. 20-38 сантиметров. Длина хвоста обычно меньше половины длины тела. Ушные раковины недоразвитые. Есть голые защечные мешки у суслика. Череп у него, как у сурков, как у луговых собачек. Европа, Азия, Северная Америка. Всего где-то 20 видов этих сусликов. Ну, обитают преимущественно в открытых ландшафтах от пустыни гор Средней Азии до якутских степей и тундр. Активные днём. Спят ночью и питаются сочными травянистыми растениями, луковицами. Суслик, в отличие от сурка, может, в принципе, и зерно есть. Ну, и суслик вредит, конечно. Суслик много жрёт зерна. Может быть источником болезни. Переносит чуму. Бруцеллёз. Но в то же время, как пушнину их использует, жир из них вытапливает. Они к концу, когда она жрется, где-то к осени, они достаточно жирные. Ну, самое известное, это вот этот серый суслик, вот типичный. То есть, на картинку я пытаюсь типичного вывести. Длина тела 23 сантиметра. Подошвы лап покрыты волосами. Живёт юг Западной Средней Европы. И Западная Украина, Молдавия может быть серый суслик. Равнинные горные районы. Лесостепь, степь. На пастбищах, может быть, на каменистых местах. На пахотных землях может норы сделать. Норы делятся на временные и постоянные. Постоянные норы 1 или 2 выхода. Общая протяжённость ходов у постоянной норы 14-105 метров. Как правило, 1-2 камеры, иногда 3-5 камер. Камеры неглубоко, где-то 80 сантиметров. И даже, может быть, и меньше. Ну, он же где там, Чехия, Болгария. Там где-то на 8 сантиметров можно всю зиму спать. Там не промерзает почва до такой степени. В основном в мае ест он созревающие семена луговых злаков. Ягоды он может есть. Потом он начинает в июне есть герань. Там и всё, что там на пастбищах растёт. Кукурузу любит. Поэтому суслики могут устроить набег на посевы кукурузы человека. Узкое поле, близко от посёлка, суслики могут вообще всё сожрать. Поэтому вот в этих местах нужно, в некоторых районах, если суслик расплодился, нужно охранять поля от сусликов, он там всё сожрёт. Количество детёнышей от 2 до 6. Молодые суслики обычно к концу мая уже выходят из нор. И, как правило, вот они поселяются на какие-нибудь поля. Около посевов взрослые суслики копают временные норы для молодых. Молодые заселяют и начинают поле жрать полностью. Поэтому, в принципе, серый суслик, он вредитель. Ну, жёлтый суслик есть, это уже казахстанский, короче. Жёлтый суслик, длина тела до 38 см. Распространён, но он как бы от Волги, от левобережья Волги и до Ирана и Афганистана. Понятно, что там сыр Дарья, Амударья, вот там всё жёлтый суслик. Он пустынный, полупустыня, пустыня. В полной, конечно, он в пустыне не живёт. Вот там, где хоть что-то растёт, там уж есть, надо что-то. Тоже норы строят там. Имеют колонии, которые часто на десятки километров друг от друга. То есть, отдельные у них как бы деревни, и они довольно долго друг от друга отстоят. Обычно нора имеет ход, который из двух отрезков состоит. Из наклонного, вертикального. Общая длина ходов одной норы 106 метров. И, в принципе, если там как бы с едой хорошо, до 25 нор на 1 гектар может сделать. Приплод до 17 детёнышей аж. Но в среднем 6-8 детёнышей. Питаются полупустынными, пустынными всякими этими растениями. Полынь там, осока, вот всё, что там растёт. Молодые практически всё едят, а взрослые не всё едят. У них такая динамика. Линяют. Накопив жировые запасы. То есть, в принципе, он как только зажирел, он сразу может спячку грохнуться. Допустим, они могут уснуть прямо в июле. То есть, если он нажрался достаточно жирный, стал, жёлтый суслик, всё, он падает и спит. Даже посреди лета. Хотя ещё там можно много ещё жрать, всё, он типа считает, что наел. Поели, теперь можно и поспать. Спит, короче, до весны следующего года. То есть, он проспит тогда половину лета, осень, зиму и вот весной только проснётся. Где-то они февраль-март выходят, просыпаются. Ну, жёлтый суслик всё-таки он такой пустынный, степной, поэтому вреда меньше. Он там не может сильно размножиться. Мех заготавливают. Называют его песчаником, когда заготавливают. В принципе, вредитель – это серый суслик, такой ярко выраженный, потому что он специализируется на полях человека. Дальше, значит, параллель примерно в тех же местах, где жёлтый суслик, такой большой суслик живёт. Вот, потом есть малый суслик. Ну, большой суслик – вредитель. В принципе, примерно то же поведение, поэтому типично не описываю. Малый суслик, мелкий вид суслика. 19-20 сантиметров. Низовье Днепра. Перекоп и всё. То есть, степи Украины, потом все вот эти степи по Волжье и там до Караганды. Короче, степи вот эти прямо вот от Крыма и до Караганды вот этот малый суслик живёт. В основном – казахстанская полупустыня, либо вот эти сухие достаточно степи Украины. Вот там он, да. Вот эти донские степи, где я живу, тут тоже малый суслик должен быть. Ну, вот в Казахстане, где степи прямо, он может сильно расплодиться. Там до 150 сусликов на гектар. То есть, плотное достаточно. Ну, в принципе, всё то же самое. Зимой, значит, спит, весной просыпается. Пробки там эти всякие делаешь, чтобы спать хорошо. Делает выбросы, короче, бутаны, которые там видны прямо вот в полупустыне, где-то вот на пастбищах скота. Видны вот эти горки, которые суслик наложил, то, что он там внизу живёт. Причём обычно они такие солёные в пустыне, вот он самую солёную почву выбрасывает. Соли он, в принципе, не любит. И на этих свежих выбросах суслика поселяются вот эти солянки-то пустынные, которые, наоборот, соль любят. Они поселяются там, где вот суслик соль выбросил из своей этой моры, а там вот как раз растения живут часто. Ну, они питаются самыми сочными, потому что пустыня там с водой плохо, он пытается сочные какие-то листы, листочки, там эти луковицы, где воды много. Семена он практически не ест. Из того, что человек разводит, он овёс может есть суслика, малый суслик. Трахуется в норе там у себя. Продолжительность беременности где-то 20 суток малого суслика, 20-26. Маленький очень рождается. Где-то к 20 годам он зрячий и начинает вылазить из норы, и постепенно сам начинает есть. Мама ему копает для него нору. То есть она, короче, выкапывает ему нору, и потом она, как правило, бросает. Типа, вот тебе дом, вот живи. И где-то через 10 дней после того, как они вышли на поверхность, маленькие суслики начинают расселяться из материнской норы в те норы, которые мама выкопала. Потом они там живут. Они, короче, очень такие активные, заглядывают в разные норы, ищут, если там нора свободна, не свободна. Иногда в одной норе по несколько детенышей скапливаются. Но, в принципе, суслики индивидуалисты, и они пытаются найти отдельную нору там для себя потом. Именно вот малый суслик индивидуалист. Есть суслики, которые коллективно живут. Ну, когда вот они расселяются, там у них паразиты по ним скачут. Если там чума была, то они массовой чумой болеют. Причем детеныши больше к чуме. То есть там все это, короче, распространение блох. Любой контакт между грызунами, блохи перескакивают, чуму переносят. И эпидемии чумы у них постоянно, это опасно для человека. То есть человек, допустим, этого суслика поймал, съел, он может чумой заразиться. Кроме того, короче, этот суслик, естественно, портит пастбище. Вот везде этот соль эту выбрасывает на пастбище, вот он их портит. Там на ней только солянка растет. Ест ценные кормовые растения, переносит бруцеллез там и так далее, помимо чумы. Ну, значит, еще разновидности. Даурский суслик, но это забайкальский, и в Китае тоже есть. Реликтовый суслик, это памир, тиньшань. Как бы этих особенно не рассматривали. Таких типовых, которые в наших местах, на них акцент делаю. Крапчатый суслик также нужно отметить. Длиннохвостый суслик, вот он на юге Средней Сибири. Забайкалье живет, Якутия живет. Длиннохвостый суслик, надо по этому его части поговорить. У него, к тому же, много разновидностей. Там монгольские разновидности всякие и так далее. Ну, он, этот самый длиннохвостый суслик делает нору, где обычно один выход, одна гнездовая камера от норки делает. Часть как уборная, часть как кормовые запасы эти от норки. Ну, где-то с июля он питается семенами, в основном, травянистых растений. Ест семена на лугу, притаскивает их в нору. Ну, вот я рассказывал про Сибирь во время войны, что суслики, короче, крали на колхозных полях зерно и таскали в нору. Если суслик украл, то можно было раскапывать, потому что это уже не колхозное как бы. А с колхоза там ни одного зерна нельзя было брать под угрозой там тюремного заключения. Ну, вот, поэтому копали эти норки этих сусликов, вот именно вот этих длиннохвостых, потому что это сибирский суслик. Ну, он может в одной норе до килограмма семян собрать. Ну, также суслик ест червей, насекомых, саранчу там и так далее. Длиннохвостые суслики довольно подвижные, могут на несколько сотен метров уходить, когда они едят. Они прыгают через камни легко, балансируют длинным хвостом, достаточно осторожные, убегают быстро от человека, если его видят. Иногда они вообще, если перепугались, они от своей норы бегут куда-то вообще в другую сторону, то есть не обязательно в нору полезть, потому что хищник тоже за ним может в нору. Ну, суслик может убегать вообще далеко, короче. Стрекотание у него напоминающее сороку, этого длиннохвостого суслика. Ну, в Монголии они живут не только в степях, но и на полянах всевозможных. В Амурской области крупные длиннохвостые суслики сплошь и рядом на полях живут. Собирают там запасы из всех практически культурных растений, человека, пшеницу, ячмень, овес, гречка и так далее. У него, значит, защёчные мешки, он может запихать за щеку 100 зёрен пшеницы. И запасы до 6 килограмм у него тоже могут доходить. Вот именно в Амурской области эти крупные длиннохвостые суслик там живёт. В Якутии поселяются в тайге левый берег Лены. Норы там строят в тайге на глубине до 2 метров. Роют 10 выходов на поверхность. В Якутии едят они достаточно много насекомых. И, в принципе, суслики могут есть кухонные отбросы в Якутии, и трупы могут есть. Ну, тоже там по 2 килограмма этих семян находят в норах. Но в Якутии они рано в спячку залегают, там зима рано. Поэтому в сентябре они обычно уже спят там в Якутии. Ну и всякие другие. Даже есть чукотская форма этого длиннохвостого суслика. И также есть канадская форма. В Канаде он тоже такой есть. Ну, далее суслик Таусиэнда пропускаем. Колумбийский суслик. 13-полосный, это американский. Пятнистый суслик. Суслик Франклина. Каменный суслик. Пожалуй, все это пропускаем. Просто упоминаем, потому что это американские виды. Для нас не так актуальны. Далее золотистые суслики. Это как бы отдельно. Это не настоящие суслики, но походят. Длина тела 15-22 сантиметра. Хвост 5-12 сантиметров. Продольные светлые полосы по бокам спины, окаймленные темным мехом. Золотистые суслики в США распространены. Два вида. Скалистые, каменистые участки, опушки леса. Вырубки старой гари. Копают норы четверть метра глубиной, меньше метра длиной. В основном на земле сидят. Могут на дерево залезть они. Тоже запасы корма обширные делают. Переносят чуму. Есть такие. Ну, антилоповые суслики тоже американские. И достаточно близкие к этим золотистым сусликам. Дальше. Переходная форма между сусликом и белкой. Африканская суслика-белка Ксерус. Значит, два вида. Красная. Ксерус рутилус. И полосатая белка Ксерус эритропус. Длина тела где-то 25-30 сантиметров. Грубый мех. Почти нет ушей. Северо-восток, запад Африки. Земляная белка. Они еще там их называют. Перебегают дороги перед автомобилями. Они достаточно смелые. Ну, суслика-белка. Питается семенами, плодами различных растений. Выкапывает корневища, луковицы. Вредят поэтому арахис. Там вот в Африке-то выращивают. Вот они едят этот арахис. Батат едят. Поэтому вредители тоже. Саранчу, тем не менее, тоже едят. Который тоже вредитель, дай бог. Вот. Ну, собственно, земляная белка это немножко не суслика-белка. Это отдельно. Земляная белка это Ксерус и Наурис. Собственно, вот она на картинке. Но она тоже Ксерус. Просто есть другие, короче, которые скорее суслика-белки. Ну, значит, земляная белка. У них сосков много этим отличается. 4-6 сосков у земляной белки, у самки. Длина тела 26 сантиметров, хвоста 20 сантиметров. Редкий и жесткий мех без подшерстка. По бокам от плеч к бедрам проходит белая полоса. Когти длинные, белые либо желтые. Живет она в Южной Африке. Руют маленькие норы 1-2 метра. В спячку не впадают. Приносит 1-2 раза в год небольшое количество детенышей, обычно 4. И, кстати, дружит почему-то с сурикатами. Сурикаты там это отдельно, это виверовые. Вот земляные белки и сурикаты ходят друг к другу в гости в норы и вместе играют. Такая история. Ну, они, кстати, и с человеком тоже играют. Можно человека приручить, держать в домах. Они такие забавные, такие вот земляные белки африканские. Походит на них Магрибская белка, потом Танкопалый Суслик, Южный Казахстан. Ну, и дальше у нас сибирский бурундук. Поэтому сейчас про бурундук надо поговорить. Это род бурундуков. Наиболее известен у нас сибирский бурундук. Длина тела примерно 15 сантиметров. Длина хвоста 10 сантиметров. 5 продольных темных полосок, типичные для бурундука. Темные полосы на рожеватом фоне. На самом деле он есть также на севере, допустим, Коми. Кировская область там есть они. На Урале он есть и больше всего, конечно, в Сибири. Живет в хвойных смешанных лиственных лесах. Предпочитает там всякие опушки и так далее. Строит гнездо где-то обычно под деревом, среди корней, камней, в дупле где-нибудь строит гнездо. Лазит по деревьям хорошо. Если опасно, прячется он где-то там под землей. В светлое время суток тоже активный. Ну, он достаточно храбрый. Он выходит постоянно в деревне. Я же в сибирской деревне вырос. Бурундука я там видел довольно часто. Ну, не сказать, что каждый день. Это, в общем-то, событие было для детей, что бурундук пришел, да. Ну, такая типичная история, что вот маленькие дети сбегаются. Он там залез обычно на какой-нибудь забор. Бурундук и сидит там просто на всех смотрит. И дети собрались посмотреть на бурундука. Он их не боится. Вот эту историю я с детства хорошо помню. Питается он семенами. Причем он любит семена хвойных деревьев. Вот можно ему шишку дать, если есть. И он будет есть ее, да. Ну, также, короче, ягоды, грибы, лишайники он ест, насекомые ест. Он запасает где-то по 5 килограмм на зиму бурундук. Зимой спит, но он слабо, короче, спит. Просыпается там, лезет свои эти запасы. Весной, когда он окончательно просыпается, у него, значит, сексуальный период. Обычно от 2 до 10 детенышей в год. В Северной Америке есть похожие бурундуки. Там 16 видов их. Там восточно-американский бурундук, в частности. Потом бурундуковые белки. Это все американские, короче, бурундуковые белки. Походят на нашего сибирского бурундука. Скалистых белок китайских тоже можно отметить. Северный Китай. Ну, она такая, в общем, тоже переходная такая. Походит больше на бурундука, но не впадает в спячку. Сибирский бурундук, он спит. В Китае потеплее. Вот он, как она, короче, там не спит. Скалистая белка. Ну, и они скорее считают ее, что она белка, а в Сибири все-таки бурундука как отдельное животное расценивается. Белка – это белка все-таки. Бурундук – это бурундук. Ну, вот довольно интересные ратуфы. Азиатские гигантские белки. Четыре вида. Длина тела примерно 50 сантиметров. Масса 3 килограмма. Вот такие вот они эффектные. Фиолетовые такие. Их несколько видов. Там двухсветная ратуфа, малайская ратуфа, индийская ратуфа и так далее. Ну, тропические леса. Там все типа такое яркое. Вот белки тоже такие большие, яркие. В кронах высоких деревьев живут. Прыгают на 6 метров эти ратуфы. Могут прыгнуть на метров 10 где-то вниз. У них лапы такие хорошие, на которых они приземляются. Ратуфа, все-таки, белка – это типичная. Потому что белка, она и ест фрукты, орехи, семена, там. Грибы, лишайники, может. Насекомых, может. Птенцов, может. У птиц белка съесть. Вот ратуф тоже может. Индивидуалисты обычно больше двух не живут. Максимум семья, и то обычно одни. Имеют индивидуальный участок. Границы меняются в зависимости от еды. То есть еды мало, он пытается участок расширить. В дупле обычно спит. Гнезда может на дереве сделать. 28 суток беременность у ратуфы. Рождает 1-2 детеныша. Голые, слепые. И мать кормит молоком потомство полтора месяца у них. Молодые белки где-то с 6 месяцев уже тоже сами могут матерями стать. Как правило, у них 3 или 2 выводка в год. То есть в тропике он по 2-3 раза в год рождает. Живут где-то лет 5 они в природе. В неволе до 15 лет может жить ратуфа. Ну, дальше масличная белка, которая любит плоды масличной пальмы. И живет она где-то в Анголе, вот там вот в Южной Африке. Солнечная белка, гамбийская белка. Ну, солнечные белки африканские, они любят загорать. Поэтому их прозвали солнечная белка. На ветку залазит, там, короче, лежит. Вообще любит тоже, как все суслики поспать, короче, нажрется. Потом в дупле спит или загорает где-нибудь. Ну, и солнечные белки тоже любят плоды пальмы. Гамбийская белка из всех этих ребят, она известна как вредитель на плантациях кофе и какао. Как и многие прочие там эти беличьи, они вообще коллективистки. И гамбийские белки, там, 8 могут спать в одном дупле. Вот обычно у беличьих, кстати, развито такое образование каких-то команд. И у сусликов, и у просто у любых белок тоже. Не отдельные индивидуалисты виды, я говорю, которые индивидуалисты. Но, как правило, они такие компанейские. Даже и другие виды могут принимать в компанию, допустим, сурикатов. Пальмовые белки. Индия, Белуджистан, Шри-Ланка. Как правило, древесный образ жизни. Ну, тоже, короче, обычная пища для белок. На плантациях кофе могут есть цветки кофе, поэтому, в принципе, вредные. Полосатые белки африканские напоминают этих пальмовых белок. Ну, и, в принципе, по всей Африке полосатые белки распространенные. Из африканских белок самая распространенная сероногая белка. На юге Африки живет. Обитает среди деревьев, в скалах, поросших кустарником. Походит по размерам на нашу простую белку, но уши у нее без кисточек. А так, в принципе, это африканский вариант, в общем-то, белки. Кустарниковая белка она еще считается. Зеленовато-серый мех, которым они маскируются среди скал. Активные утром и вечером. Во время жары отдыхают в гнезде. Гнездо устраивают в дупле, там где-то. Убежище часто в дуплистых деревьях. Дно дупла устилают сухой травой и листьями. Питается фруктами, плодами, семенами. Ест по лицу нектар растений, насекомых. Во время зимней засухи много времени на земле проводят. Среди опавшей сухой земли ищут насекомых, беспозвоночных. В окрестностях городов и сел поселяются часто под крышами домов. Не обращают внимания на человека. Ну, она может пищать, если что-то боится. Тоже запасает семена, луковицы, коренья. Вообще у них с опасливостью белок повышенная. Беременность около месяца, 3-4 детеныша. Ну, мышиные белки, мелкие самые белки. Тоже это африканские. Габон, камерун, конго. Ну, вот так называемые прекрасные белки. Калус циурус. Достаточно такие красивые. Ну, окрашены они в сероватые либо коричневые цвета. И снизу ярко-красные, поэтому они прекрасная белка называются официально. Привоз-то, вот там на картинке, самое известное. Привоз-то крупная белка, вот эта из рода прекрасных белок. Яркая там с брюшной стороны, она каштаново-красная. Ну, есть там еще седая белка, такая красная еще белка. Есть менее красивая. Вот эта привоз-то самая такая считается. Ну, эти прекрасные белки, они Юго-Восточная Азия. Острова Индонезии, Филиппины, Тайвань. Седая белка в Японии распространенная. Ну, образ жизни типичный. Леса, парки, активно днем. В основном на дереве все время торчит. Спит в дупле. Выводок 3-4 детеныша, беременность около месяца. По всей видимости, рожает она 2-3 раза в год. Ну, и прекрасных белок местные любят. Они такие забавные, ручные белки. Они же вообще-таки дружелюбные, да. Потом в зоопарках люди тоже. Как домашнее животное, белка нормальная. Она так питается, спать любит. Там ничего, он про человека ничего не имеет. Играет там с удовольствием с человеком. То есть, в принципе, обычно белки, так сказать, проблем не вызывают. Белки-крошки, мелкие зверьки. Длина тела 7-10 сантиметров. Походит больше на мышку, но белка все-таки. Ну, из них наиболее известная черноухая белка-крошка. Обитает на Яве, Калимантане, Суматре. Также есть белки-крошки на Филиппинских островах. Густые леса, обычно горные. Но все равно древесный образ жизни. Редко спускается на землю. Грибы может на земле искать. А так вообще она наверху. Дальше близкие им дремомисы. И еще можно белку-бредмара отметить. Белка-бредмара мельче нашей белки. Ну, такая схожая тоже по облику, да. Масса где-то 200 килограмм. Густой мягкий мех. Пушистый темный хвост. Распространена в Бирме, в Таиланде, на островах Индокита и Малак. Заселяет густые леса, опушки. Кустарниковые заросли около рисовых полей. Горы поднимаются на 1200 метров. Основную часть времени проводят на земле. Может залазить на деревья. По окраинам рисовых полей. Среди зарослей бамбука. Сильно размножаются. Приносят ущерб урожаю. Активные они, особенно перед заходом солнца. Делают гнезда. Размножаются 2-3 раза в год. Это белка Бредмара. Далее. На Малаке есть ледоносая белка. Суловеская белка. Потом кистеухая белка остров Калимантан. Это белки Индонезии. И, пожалуй, так их просто перечислить. В принципе, образ жизни похожий. Там какие-то особенности больше, я думаю, интересуют жителей острова Калимантан. А мы переходим к обыкновенной белке. Сеурус Вульгарис. Это наша обыкновенная белка. Длина тела 20-32 сантиметра. Длина хвоста примерно 30 сантиметров. Масса до килограмма. Окраска на самом деле разная. Часто все та же, короче, обыкновенная белка. По-разному покрашена. Это, в общем, не факт, что они разные виды. Это у нас, как правило, у нас будет в любом парке, в саду, будет именно обыкновенная белка. Именно вот эта. Она может быть рыжая, черная и так далее. Все неважно. Как правило, у них нет кисточек на ушах у обыкновенной белки. А, нет, значит, наоборот, что-то путаю. Обычно белки, короче, не имеют кисточек на ушах. А именно Вульгарис обыкновенная белка имеет. Вот обыкновенная белка, у нее кисточки на ушах. А вот у других видов этого же рода белки, как правило, их нет. Поэтому обыкновенная белка и американская белка, они отличаются кисточками на ушах. Линяют два раза в год. Питаются белки семенами, ягодами, фруктами, орехами, грибами, почками, корой, лишайниками. Могут они есть насекомых, яйца птиц, ящериц, птенцов, мелких грызунов. Обыкновенная белка древесное животное. Абсолютно предпочитает на деревьях и ошиваться. На землю крайне редко сходит. Прекрасно лазит по веткам, перепрыгивает с одного дерева на другое, что мы в парках постоянно видим. В принципе, белка может с вершины высокого дерева на землю прыгнуть и без всяких проблем у нее. Все к этому приспособлено. Гнезда у нее в дуплах или на ветвях деревьев. Делает гнездо из ветвей в виде шара. Изнутри его выстилает мягкими растениями. Белка может ошиваться в скворечниках и сделать там себе гнездо. Белка, в принципе, может жить у человека. То есть, у человека, если там какая-нибудь изба стоит, и там можно какую-нибудь дырочку, белка может там поселиться. Белка не опасная для человека совершенно. Единственное, что вши, скорее всего, там или блохи какие-нибудь есть. Ну, ее же там никто же не спит с белками в одной кровати, да? А так она, в общем, ничего так особенно не делает. Она собирает грибы, орехи, как все знают, да? Вот, никого она не кусает. Она ест только мелких насекомых, что, кстати, тоже полезно для человека, чтобы насекомые по человеческому жилищу ошивались. Это для человека вредно. Поэтому, в целом, белка нормальное животное. Не опасное. У нее детеныши два раза в год, в течение весны и лета. Обычно у нее до 10 бельчат за один раз. Рождаются они слепыми, голыми. В течение шести недель кормятся они молоком матери. Она их, когда уходит из этого гнезда, она их покрывает травой, чтобы они где-то на мягком были, эти бельчат у нее. Они постоянно в теплоте. Все, в принципе, их можно кормить-то, блин, соской бельчат. Но надо при этом, чтобы они все время в тепле были, а не простывают. Потому что мама белка их обычно укутывает. Потому что на искусственном скармливе их надо тоже укутывать. Через месяц после рождения они открывают глаза. И где-то через 10-12 месяцев они взрослые. Различные виды вот этих вот белок, они широко распространены по всем лесам Азии и Европы, в Северной и Центральной Южной Америке. Есть, допустим, персидская белка, которая в южных лесах. То есть, вот, у нас многие думают, что она в тайге белка. Конечно, в тайге много белки и барандука. Но есть, допустим, персидская белка. Она именно вот ореховые леса такие южные. Вот тоже там такой же образ абсолютно жизни. Это похоже точно. Лиственные породы обычно серая белка. Там есть тропические виды белок. Там пальмы, лианы и так далее. Обыкновенную белку в лесах Крыма, Кавказа. Развели ее там не было. И кое-где она там даже уже вредителем стала. В садах, может, в лесах. Вот, также, допустим, серую белку завезли в Великобританию, где она начала вытеснять даже обыкновенную белку. То есть, в принципе, вот такая акклиматизация проводится разных видов белок туда-сюда. Белок могут промышлять на шкурку. Ну, тропические белки тоже запасают в дупле всяческий корм. Обыкновенная наша белка собирает семена кедровые и вообще древесные все семена. Причем, если не урожай шишек, она может кочевать белка. То есть, она мало семян собрала, она дальше переходит. Ну, если хорошее урожай шишек, значит, белки размножаются, потому что вот они кедровые семена-то и едят. В тропиках их едят, самих белок, на мясо их, короче, переводят. Вот. Ну, карликовые белки еще можно отметить. Белка-мошка, в частности. Она американская, 10-11 сантиметров. Это влажные леса амазонки. Ну, вообще, карликовых белок довольно много, 17 видов, самые разные окраски. Вот такая разновидность белки тоже есть. Ну, вот все, пробили, их получилось много, но все-таки целостное семейство, поэтому надо их все равно в один клип. Субтитры сделал DimaTorzok